сегодня рожи будут не такие кислые как прошлом выпуске сегодня будет веселее как там пам 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 доброго времени суток уважаемые коллеги специалисты пдр и буф и долл и просто ямадабы и бач-бач и будь все здесь никита стас гена turbo с вами артем юрич абракадабра гурьянов и собственно и станет собственный персону петренко сегодня хотим поговорить о выборе инструмента да очень все просят какие-то темы более извиняюсь за свой голос вот немножко очень много поговорил вот и потерял голос вот хотим затронуть такую тему подбора инструментов вот в сегодняшнем выпуске хотим помочь как-то новичкам немножко в выборе может быть поговорим о производителях затронем разберем какие-то конкретные до позиции хотим как-то помочь новичкам да вот не окрепшим умам которые хотят может быть сами насмотрелись ютуба и такие горит щам и сотка денег есть короче ща так сделаю начну на районе вещи делать всех шевелить начну вот эти движения начнет начнутся бабки всякие вот эти вагонами начнут у детей вот поэтому поговорим в целом о инструменте какой инструмент можно приобрести или какой набор да можно собрать 2023 году что может быть актуально начни я бы не говорим так громко набор да вот мы сейчас не готовы чтобы прям набор собрать но вот обсуждали с эфиром чем будем вообще вам вещать и если есть такая потребность можем собрать для вас даже вот так вот прямом эфире собрать и разобрать да 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 вот смотрите ребята залазим залазим на какой-то сайт уже протестировали да мы будем за кадрами то есть стал допустим будет управлять до этой всей машины нажимать добавить в корзину заходим на какой-то сайт начинаем собирать инструмент ну без разницы можем сделать один инструмент на обэшном да можно все сделаем кучу по-любому это ну можем как это хорошее у тех кто хорошее соберем какую-то такую солянку из позиции до каких-нибудь таких крутых вот ну по нашему опять-таки до мнению наш наше мнение ну вот ну чё там какое-то вот этого да небольших двух мерзких техников которые очень мало знают о пдр вот и в целом хотим помочь вам ребята потому что сейчас очень много заблуждений если раньше было заблуждений именно давай поговорим о производителях вот начнем с производителей нет я бы хотел извини пожалуйста я бы хотел упомянуть и оставлю ссылку в описании у меня было видео два года назад 100 тысяч рублей 100 на 100 рублей рублей да это в принципе до сих пор актуальный комплект такой вот хороший стартовый комплект но мы можем просто его там расширить или или как бы там дополнить ну не конкретно от него отталкиваясь а вообще с нуля просто с чистого листа а сегодня например да хочется поговорить об инструменте в принципе и о том как в какую сторону мыслить и вообще как рассуждать как рассматривать инструмент чтобы вы в конечном счете сами научились понимать что именно нужно потому что ну как бы сейчас ну я я просто перепробую очень много всего я просто смотрю и уже прикидываю да вот где это будет работать и как правило особо не ошибаюсь принципе ну как бы это опыт чтобы вы вот этот опыт могли перешагнуть там десятилетний да там 15-летний какой-то научились разбираться да вот мы эту тему затронем сегодня она очень глобальная просто мега глобальная и здесь и предпочтение естественно до существуют какие-то там но есть определенные параметры которые плане рычагов каких-то до эргономик доступов там даже без привязки там брендом и так далее чтобы вы просто больше знали больше понимали они смотрели на это просто как на какие-то непонятные железки потому что ну вот к примеру был опять-таки у меня есть видео где там разгневался и наезжал на учебные центры не как-то называется не тем добра не совсем добросовестно он жаловался на то что как бы его отучили говорят ну вот покупай вот вот это я даже не понимаю для чего это потому что я работал одним или там двумя крючками всего а это ну куда это пихать человека нет представления вот поэтому как-то так согласен да конечно конечно я я тоже так считаю ну конечно мы можем ну вот сейчас опять можем обвинять немножко на кстати почистно улыбаться прошлый раз тёма веселый сидела ну это так тебе так показалось на самом деле больше никому ну еще может быть двум пуканам каким-нибудь а на самом деле много очень можно винить как бы школы да отдать должное тоже да им тоже бывает сложно да есть эта доля того что они не совсем там да вот иногда добросовестно да иногда типа вот там бабки уже собрали типа и чё там уже там особо плясать там по накатанной программе там туда-сюда понятно но в целом и бывает также и ученики которые не совсем добросовестно ходили на занятия и понимали и записывали и такие как бы да тоже момент есть тоже как бы очень двояко в целом это это также имеет место быть вот а сейчас давай с технической стороны подойдем вот если допустим мы представим что мы только отучились и допустим на пойдем к тому вот с чего начнем я захотел купить инструмент что мне на что мне посмотреть да какие производить или если я начну разговаривать с техникам всех никами там с кем-то крутыми да они начинают говорить какие-то непонятные там файл нас купит купил ультра дэнт нюсли купит такие всякие слова накидывают и мне не совсем вообще понятно да дэнт крафт да там кто-то говорит да это вообще вся фигня онлайнер это и для меня это эти все слова да это какой-то не знаю что это с чем это есть вот и давай разберемся в производителях из чего да с чего начать с какого производителя что он на сегодняшний день на нашем рынке осталось доступно и можно ли можно ли наверное покупать вообще российский инструмент все-таки типа ну надо же вот так вот эта технология пришла к нам оттуда и нам работать надо только этим инструментом хотя сейчас каждому даже крутому технику залезть у него по-любому есть там пдр c есть а вы да есть там еще третий там производитель там разное то есть на сегодняшний день все принципе понимаем да что марка как бы до производитель фирма она в принципе как бы да не играет какую-то прям главную существенную роль если вы увидели у кого-то кто топит конкретно за ультрадент и у него очень хорошо получается это делать это не говорит о том что обязательно нужно бежать за ультрадентом и искать его да и где-то где-то прям страдать и вот именно покупать набор ультрадента потому что только с ним получится идеальное качество на самом деле есть у нас уже как бы да вот и на нашем рынке из овешного инструмента опять не из всего да и завышенного инструмента из пдр цешного тоже можно собрать хорошие в принципе набора и там и там есть сильные стороны есть как и слабые стороны опять покидаясь разбираться в этом есть где-то какие-то там ну как вот допустим с ультрадент пускай да или вот давай ультрадент и карпоинда у карпоинта допустим какая-то такая своя политика да очень много пистолетных ручек пистолетных брасовых да как только кто как их называет то есть вот эти стандартная история где работаем на так скажем поворот да на скручивание хотя уже сейчас есть вот эти наборы где как у файна сюда вот эти вот острие с бабочкой вроде бы пруток там восьмерка там тире десятка может быть до максимум но имя уже она вроде как бы осталось пистолетной но и уже можно данный рычаг работать и такие как бы да тоже позиции есть вот в ультрадента допустим что боль более но вообще инструмента можно работать разными производителями самое главное чтобы он с технической стороны был правильно что такое технически правильный инструмент технический правильный инструмент который это такой инструмент который максимально грамотно до условно так обозначен приспособлен под какие-то задачи и которые способен передавать механическое до ваше усилие на как бы конец инструмента то есть качество можно по двум параметрам определить насколько он продуманный именно по своей конфигурации что он может быть там какой-то красивый но использоваться вообще раз в год и второй момент насколько он жесткий вот опять таки давай еще на третий 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 пункт такой всем да это именно но вот я хотел услышать технически правильно загибы да вот имел ввиду конфигурации насколько он да может быть он там вот такой какой-то да там сада кочерка кочерга может быть даже и красиво в принципе выглядит да но технологически неправильные углы углы за он вроде он он может быть вообще супер качественный вот ультра дент для меня это пример того что инструмента которые просто раздувание ассортимента зайдите на сайт посмотрите вы просто офигеть сколько там позиции там черт ногу сломит и на самом деле очень многие как бы крючки они нафиг не нужны дверной набор ультра дент я считаю что это худшее что вообще произошло то есть там маленькие флаги которые проворачиваются в двери это это не ну какой-то не дверной набор кто это разрабатывал и представляю в чем он руководствоваться то есть ощущение такое что это разрабатывали люди которые сами не практикуют если взять там дэнт крафт тот же самый он как бы архаичный там ничего не меняется вот не знаю как у меня был 2005 года до или 2004 даже года журнал и я вот посмотрел на свежий журнал да там когда я ездил там двадцатом году там ничего не поменялось вообще даже журнал не поменялся просто как бы двадцатый год стоит то есть они такие устаканенные но этот инструмент он вот очень как бы продуманный он архаичный но он продуманный и очень качественный там интересное интересные сплавы какие-то которые ну как-то работают по-особенному по-своему дал лучше то есть это уже на тонких каких-то вещах на именно на высоком уровне мастерства этом можно об этом разговаривать то есть вот карпоинт тоже делает классные хвосты и они именно под дэнт крафт как конкуренцию до разрабатывали свою линейку ну дэнт крафт лучше все равно вот но люди которые практикуют работают тем же градом и так далее они на градобойцы на более длительных монотонных таких вот работах выявляют что именно да есть все вот это вот тонкая такая грань да вроде одинаково как будто бы даже из одинакового сплава металла сделан инструмент вроде бы даже под конфигурации 21 одинаковых хвоста но все равно есть небольшая вот такая разница которая ну вот для уже таких более крутых техников уже более значимо но опять-таки да вот ну вот просто про ультразент на выставке прямо рядом с ними стоял прям вот моя эта будка была и они стояли там огромный конечно у них такой этот стенд ну вот ты понимаешь ты меня поймешь я думаю ты сам про это говорил в прошлом видео я так вот смотришь и не знаешь что взять из этого то есть просто вот не то что тебе все хочется а ты реально уже ты не видишь своих крючков там но их надо еще найти поискать вот так что такие дела и но это хай-тек инструмент именно супер качественный реально из какой-то там авиационного там нержавейки которая там за калина которая там мощная да там особенно вот эти которые наоборот отпущены и да вот эти которые которые загибаются shift и да вот эти как их называют 3 тыэта и даст со штажки да да бритые дырит это конечно шейвет шейф это блин царь бен ты вот это просто не знаю никто таких позиций не делает пока что у нас нет такого металла видимо чтобы как то есть повторить пытаются это да идею но вот чтобы он был такой тонки и такой гнущийся и при этом мог передавать усилия в работе. Такого пока что нет. Да, вот у каждого производителя есть какие-то такие крючки-легенды. СШТшки у Ультра, хоть и, опять-таки, может быть, у них там существует, не знаю, именно у них в Штатах, может существует какая-то толерантность между собой, и они так не подделывают смело, хотя у них там возможностей уже много, но у других мы СШТшки этим не видим. То есть они всем техникам, в принципе, очень сильно зашли именно в их исполнении, потому что в другом даже, в принципе, просто взять даже копию, допустим, копии есть, но чтобы они конкурировали именно, нет по факту. Даже у них, не то, что наши не могут сделать, у нас материал, даже у них. Но вот, как говорят ребята, кто был, что Ультрадент именно свой завод, пускай там не такой огромный, но конкретно производство свое. Если все остальные, так или иначе, где-то что-то так вот кустарно делают, ну, какие-то станочки, что-то загибают, что-то точат, ну, в подвале, условно говоря, да, это делается, то Ультрадент это прямо конкретная такая серьезная фабрика. И, ну, и там изделие совсем другого качества, да, вот эти все ручки там переставные, там все это настолько и красиво, и модно, функционально, но, опять-таки, не настолько функционально, как можно было бы на первый взгляд это подумать. Поэтому, в любом случае, у любого мастера, да, такого серьезного, уже с большим опытом, соберется коллекция из разных производителей, так или иначе. Ну, вообще, когда мне, допустим, задают вопрос, да, вот я там начинающий, посоветую, вот какой, как бы, набор взять, я говорю, самое главное это, ну, не возьми именно какую-нибудь туфту типа а-ля местного, ну, даже если это будет местный какой-то, да, производитель, по подобию, вот, допустим, Бориса, да, он, который с Москвы, он не особо где-то афиширует, у него, в принципе, и цены там нормальные, да, на крючки, ну, приемлемые, так скажем. И, в целом, как бы, да, он там реплики делает, как бы, неплохие, если ему просто показать, сказать, не, вот такой вот, допустим, да, там, он, ну, как мне говорят, я сам, как бы, сталкивался, как мне говорят, он делает неплохие реплики, вот. И самое главное, это не взять, вот, какую-нибудь сыромятину, да, с Алиэкспресса, вот, такую вот, какую-то, вот, из ряда вон, где вы просто потом засунете где-то в технологическое отверстие, да, на даже правильную, как бы, одну треть, да, по рычагу и начнете давить в большую сторону, он у нас просто согнется и обратно не вернется, как бы, вот. Ну, и у нас, в принципе, тоже, вот, в Челнах был такой производитель в 2013 году, вот, где-то 2012 даже год был, вот. Очень плохой старт был, как бы, да, он из чернухи из какой-то начал делать, 33 позиции там было, вот. И потом только, да, спустя, там, два года, что ли, он переделал, то есть сделал эти же позиции, но они были уже закалены, видны, в печи, и они уже, как бы, вот это, да, понятие флекса, то, что пружинили, пружинили, они уже возвращались обратно, вот. То есть, в целом, вот, на тот момент, ну, опять-таки, да, с технической стороны, загибы там были, ну, вот, понимаешь, да, вот эти вот… Сейчас я лучше покажу. Вот, да, вот, вот эти вот такие вот стандартные позиции с такими вот, да, флагами, то есть вот от А1, вот от Carpoint, и даже вот у них в каждой линейке, да, есть различия. То есть вот два одинаковых правых крючка, и углы, допустим, да, вы можете видеть, вот на А1, он более такой мощный, уже у Carpoint, он сделан более такой вот, ну, более проникающий, так скажем. Да. А вот, а вот, допустим, в 12-м году у того вот эта же позиция, да, была, как бы, ну, так скажем, копия, и она была, у нее был вот такой угол, короче, то есть вот так берешь, и у нее уже вот отсюда вот так вот уходило. Ну, я не знаю, куда его можно было засунуть в то время, если кто-то приобрел, типа, там… Ну, под таким углом просто такой огромный радиус будет выписывать, конец. Ну, это, да, это циркуль просто какой-то, ну, непонятно, но это как будто не для ПДР, как бы, да, ну, там тоже человек делал, он сам не ремонтировал, он, может быть, ну, максимум послушал чьих-то советов там, да, или просто ему дали инструмент, и он подумал, что, ну, если перегнет, ну, и то есть ему дали оригинал, и сказали, вот такой же сделай, или картинку, может, показали, да. Ну, скорее всего, картинку показали, потому что оригинал, это же надо, видишь, люди хотят бизнес воздуха, шуту, закажите, положите перед собой, и сделайте такой же. Да, вот, те же самые АВТУЛ, там, вот это ПДРЭксперт, линейка этих крючков, которые под финес закос, но они вообще не такие, то есть, ну, они вообще не такие. Там вообще другая концепция, то есть, вот этот именно за гипсом, да, в оригинале, он, по-моему, чем меньше, тем ближе к 90 градусов, и чем больше крючок, он, как бы, меняется. И там, по-моему, 6 позиций у оригинального вот этого Марк Цуркис набора, да, а у Вэшников там они были, они сделали сначала все 90, потом сделали все 45. 45 не то, и 90 не то, потому что, как бы, блин, и еще и тупые концы. Я, когда с ними разговаривал, там, я говорю, ну, это, ну, не то, то есть, спинлет реально острый, и это, ну, как бы, в этом вся фишка. Они говорят, да нет, он то же самое делает, но если хочешь, заостри. То есть, нет понимания вообще, зачем это и как. Есть просто гонор. Ну, сейчас Саша будет тоже смотреть, привет. Задумайтесь, задумайтесь. И получается, что... Это вырежем. Получается, что, блин, ну, придумывать, что уже придумано. Дайте нам копию, нам нужно это. Инструмент у них хороший. То есть, АВТУ делает отличный инструмент. ПДР-эксперт, ручки, да, придумали оригинальные. Как бы, это очень, ну, прям зачетно. То есть, выделились, да, среди прочих. То есть, там, если раньше было не отличить, вот, там, АВТУ и ПДР-центр. Да, синие ручки, два, там, дабл-бэнда каких-нибудь. Одинаковые, абсолютно. То есть, у тех купите или у этих, вообще разницы нет. Они еще и по цене, там, друг с другом всегда. Как это, ну, подстраиваются. Демпингует, ну, может, не демпингует, но, в общем. А здесь уже все, уже как-то другой вид совсем. Или там ПДР-центр, этот ПДР, как они, инфинити, да, сделали. Ну, реально классно, красиво. Вот у нас есть пару крючков, прям такая ручка классная. Прям ручка, это, блин, вид. Это как диски у машины, да, это красивые колеса поставят. Ну, и плюс еще, естественно, это должно, там, какой-то иметь функцию. Эргономичность. И не натирал, чтобы этот пластик определенный, да, подобрать. Вот. Вот это вот мне непонятно. Зачем делать хуже, чем есть, понимаешь? И чтобы понять, надо, во-первых, разбираться. И надо иметь опыт работы вот этим. Да, поэтому надо, чтобы, например, начать производить инструмент, надо купить много инструмента, много им поработать. И, как бы, выбрать из него самое такое, да. Если вы что-то смогли доработать, доработать за кем-то, реально доработать, да, или сделать свое что-то. Ну, как бы, это честь и хвала. На самом деле, опять-таки, инструмента много и у ПДРЦшников, и у АВшников. У Carpoint мы не берем, потому что сейчас не совсем понятно, как бы, где они, что они, да. Вроде бы они в России пока остались, но сейчас они туда переместились в Штаты. Как бы, Виталик Шабан, и все, как бы, сейчас там, да, и в Германии у них там. То есть, это такой, ну, то ли российский, то ли не российский уже бренд. Не совсем ясно. Вот, но у них тоже переизбыток, как бы, ассортимента. У них много очень позиций, которые, в принципе, можно упразднить. И, по большому счету, как бы, выделить определенные вещи, которые, блин, 100% будут у вас работать. Вот, они не будут лежать, они будут работать. Всегда. Вот, к этому, в принципе, мы и подведем. В конечном итоге, думаю, если мы будем что-то собирать для вас, если вам это интересно, мы к этому и подведем. Видите, такой сумбур получается, да, мы не готовились, мы просто тему задали. Вот, но на самом деле, сама тема такая, которая, блин, ну, сумбура. Представьте, вот, линейки, да, линейки просто инструмент. Да, можно выделить силовой инструмент, да, можно выделить дверной инструмент. Сейчас, ты думаешь, как актуален вообще дверной инструмент. То есть, именно работа через оконный проем. Ну, опять-таки, видишь, для меня, допустим, этот инструмент, он, я не считаю его дверным, как бы, да, конкретно, вот, то есть, через законный проем, да, вот эти вот флаги. Потому что этим инструментом я иногда работаю вообще не по назначению, то есть, ну, просто по доступу он мне подходит. Я где-то через, зашел не, ну, дверным инструментом, но я зашел где-то через, допустим, проводочное вот это вот отверстие, да, допустим, заднюю дверь. И я работаю им. И вот так, да, куда-нибудь. Да, на себя где-то. То есть, я думаю, все-таки имеет место быть все позиции просто уже из существующего, как бы, ассортимента, да, многообразного. Все-таки, так как, допустим, у меня, ну, я могу, ну, мне есть с чем, как бы, да, сравнить. У меня вот, как бы, стена, там, из трех-четырех сетов, допустим, да, и еще в сумках есть отдельные, там, сеты, да, выездные, там, еще. Еще я сейчас, как бы, не понтуюсь, да, просто это все барахло, оно было, оно собиралось, как бы, да, покупалось где-то вот цена, где-то кто-то, ну, так получалось, да, где-то кто-то не смог дальше, допустим, работать, предлагал, вот, забери, там, допустим, у меня валяется, там, ну, и такие сеты, 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 да, где-то что-то оттуда просто вот конкретное барахло оттуда просто бралось где-то опять, продавалось, да, что-то оставлялось. И вот такая сборная солянка на сегодняшний день уже есть, и то из этой как бы всей сборной солянки, и еще я могу сказать, что есть как бы, да, ну, лишнего, вот, реально, то есть не показатель, там, количества инструмента, да, у вас на стене, я же уже как бы, ну, навыки, да, опыт решает, но, тем не менее, вообще даже собирая тот самый, допустим, набор в те же, там, 30-40 крючков, да, которые просто необходимы, да, вам, там, так же надо подойти с умом, то есть надо понимать, ну, надо иметь понимание, вот у меня на сегодняшний день есть, допустим, понимание, но оно пришло ко мне вот через это все, то есть мне пришлось купить это все, и на сегодняшний день я уже могу сказать, так, эта позиция, она только раз в год выстрелит, это, 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 да, вот, ко мне сейчас на повышение квалификации приезжают, я ребятам говорю, так, я говорю, вот это по-любому должно быть у каждого техника, Вот это должно быть по-любому у каждого техника, вот это, вот это, вот это. Давайте пойдем по предпочтениям, вот эти позиции возможно вам понадобятся, вот эти невозможно. Вот для меня на сегодняшний день уже устаканилось, как бы, да, понимание вот идеального для меня набора. И опять-таки, да, наверное, подходя к позициям, если, допустим, мы будем собирать, да, сэп, опять же это от воображения, да, как бы, как ты мыслишь именно по доступу, да, потому что у кого-то не совсем, наверное, развит, допустим, этот навык, да, именно каким крючком куда подлезть. Такое 3D-мышление, да, такое. Да, да, вот я сейчас как бы с братом работаю, мне очень интересно, вот мне брат на моем пути, как бы, да, как бы он пришел ко мне, да, и я думаю, не зря, потому что я, допустим, даже с ним вот побеседую, да, и я бегу быстрее к планшету записать какое-то вот вынесение, вброс именно в повышение квалификации, да, потому что вот я понимаю, вот что и новичкам не хватает, как бы, да. Проблематику выявляешь, да. Да, да, он каждый раз мне накидывает, а вот это, а вот это, и я вижу за ним, как пока что у него нету вот этого вот рентгена, да, он чуть-чуть не может, как бы, да, вот, и я думаю, это в принципе и у меня тоже так было, да, на первоначальных этапах, что проблема именно с мышлением, да, куда какой крючок нужно вставить именно по доступу, да. Сейчас ты уже на сегодняшний день, ты уже такой смотришь на эту ситуацию и такой, так, 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 если там ты на выезде, да, ты такой, так, у меня эта позиция, она на стене осталась, так, теперь ее нету, так, мыслим по-другому. Ага, теперь получается дверь снимаю, уже отсюда не могу залезть, так, дверь снимаю, надо дверь снять, короче, потому что вот, ну, не получается, вот. И у новичков, скорее всего, этот навык пока такой будет более плавающий, да, и, скорее всего, из-за того, что навык вот этот вот не сильно, как бы, раскрыт, да, так скажем, или развит, то они вот, ко мне много таких ребят приезжают и говорят, крючки, крючки, расскажи про крючки, 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 как бы, да, вот они ищут вот этот вот, ну, как бы, хочется много ассортимента, потому что кажется, что именно проблема, именно, да, вот, в решении доступа, то есть, у меня нет нужного крючка, чтобы решить данную проблему, и люди в погоне постоянно расширения до этого ассортимента, хотя, на самом деле, все это можно сузить, но, включить и сузить. В задние, в задние арки, короче, вот, ну, да, сверло даже, да, как бы, сверло должно быть по-любому, ребят, я вот сегодня... Да, сверло должно быть наточено, ребят, ваша морковка всегда должна быть острая, вот, поэтому... Все говорят, а что ты сверлишь? Да я сверлю, блин, вообще, ну, ну, не сверление должно быть, не подряд, да, не везде, есть все-таки... Не хамское, да, не хамское. Да, да, есть все-таки этикет сверлильщика, так скажем, да, как-нибудь мы его, наверное, затронем, это те зоны, в которых табу нельзя сверлить, вот. Сегодня попросили сделать Lada Larbus, такой автомобиль есть эксклюзивный, вот, правое заднее крыло, прямо у фонаря такая, два тычка таких остреньких, вот, то есть, снимаешь эту блок фары, там короб сплошной. Да, да, там двойной еще металл. Да, да, либо тянуть, как-то клеем пытаться, ну, там просто такой характер, повреждение, что, блин, час можно раздергивать, либо сделать там отверстие, не дырку, а технологическое отверстие американским специальным сверлом, не надо сразу вот такое делать, можно сделать такое, необходимое достаточно. Потом надо его, не, потом надо его вот так вот распотрошить, короче, понял, чтобы оно в конце вот такое было, короче, все. Да, да, да. Вначале просверлить на 12, а потом сделать его на 32, в итоге пока отработаешь, короче. Пачку взял такую с большой шляпкой, но диаметр входа небольшой. Беру этот, ну, вот эту тянучку, который... Холодный клей твой, холодный клей. Холодный клей, да, ну, свой я, как бы, не расходую на такое, а там какой-то... Конкурент. Герметиком какой-то, да, там, конкурент, да. Прям колбаску делаю, оборачиваю вокруг, да, и встал, все, гидроизоляция. А, перед этим ты еще забыл сказать, что надо еще отверстие выпрямителем надо ее подправить. Ну, это да, но я там просто очень аккуратно отработал, острым крючочком все четко сделал. А я люблю вот так, понял, где я снизу засверлился, и там что-нибудь такое вот, да, ты такой вот так давишь, а потом, понял, где так... А там, короче, одна... Это ты четко показал. Да, да, да. Вот, но это, конечно, не решает все вопросы. Есть такое, опять-таки, я посылаюсь сейчас такому опыту своему эмиратскому. Вот, там очень много сверлили, и я знаю, что есть целая школа сверления, как бы, и здесь, в Питере, у нас есть Мекка, Мекка, ну, не в Питере, а, как бы, в пригороде. А они франшизу также, это самая вот, сетевая такая компания, и там прямо учат конкретно сверлить. То есть, если вы не умеете сверлить, обратитесь, там вам подскажут. Вот, и в Эмиратах такая же была история, то есть сверлили много, сверлили просто везде, где нужно и не нужно, но я рассказывал уже, представьте, Феррари, да, вот дверь открывается, вот где у вас петля, петля, куда в замок вставляется. Вот над петлей делают вот такое отверстие, сразу, максимально, от сколько эта морковка позволяет, жух туда, вот, и все, и пошли работать. То есть, оно начинает рваться, не вот так, как ты говоришь, оно рвется, потому что алюминиевое крыло, они такие, блин, позвонили в малярку, Индус прибежал, как-то что-то замазал, там, я уже досмотрел, там, стекловолокном, как-то, вот этот проем они потом покрасили, а делали там с другого, как бы, сняли, такая большая накладка пластиковая, там, с другой стороны. Ну, то есть, вот так мы не работаем, и я считаю, что это, как бы, непрофессионально, и есть ребята, да, тот же Брайс, да, вот его смотришь, он всегда показывает, я ничего не скажу, вот, штатно. Это круто. Не всегда. Так-то я, вроде, умею, да, делать, но когда вы начинаете еще и усложнять задачу, не просто беги, а теперь еще и подпрыгивай, как бы, да, вот, здесь уже начинается, как бы, сложно. И я тоже понимаю иногда, когда ставят такие задачи, я говорю, во-первых, заплатите, как бы, да, за это, ну, сто процентов, я просто так не буду это делать. А во-вторых, я понимаю, насколько, когда ты это начинаешь, как бы, делать, да, у тебя включается вот это мышление, что, блин, здесь сверлить уже нельзя, так, здесь надо что-то сконструировать, дабы, да, во что-то создать себе упор. Вот, и ты начинаешь мыслить, в принципе, по-другому и понимаешь, блин, насколько это реально, блин, это вообще, наверное, высшая степень, да, какой-то такую фужельбе такое сделать, да, и еще и не сверлиться там нельзя. Ну, Брайс вообще красавчик в этом плане. Или где-то он в отверстие, да, входит, и там вот, как бы, или бронь наклеивает, или там что-то подкладывает он как-то, да, потом показывает отверстие, говорит, да, я вот, смотри, через это отверстие работал, но посмотрите, да, у него вот этого вот нету, как бы, и там, и вот такого нету, что он вот такое отверстие потом оставил, оно вот, добрый вечер. Кстати, те, кто не ставят заглушки, блин, вот снизу двери вы сверлите, да, и вот эти поганцы, которые не ставят даже потом заглушки и ничего не выпрямляют, люди просто их, не знаю, кондратьей, короче, хватает, когда они на подъемник заезжают, и у них двери открытые остаются, да, и им там, я не знаю, масло меняют, а тот мастер, да, который, они обычно двери не закрывают, на подъемник машину поднимают, и дверь открытая остается. И люди мне присылали, смотри, это мне там кто-то делал где-то, короче, присылают, вот смотри, ту дверь ты мне делал, присылают мое, короче, да, там отверстие, так же, я, да, я тоже снизу там бывает, да, сверлю, как бы, внизу дверей, ну, говорит, вот смотри, твоя сторона, а этот, смотри, я купил машину, говорит, да, там даже не то, что заглушку не поставили, там даже и не выпрямили, да, его, вот, и оно вот такое. Да, это забыли, блин, ну не может же быть такого? Я не представляю такого, забыли просто, забыли, пацаны. Не забывайте, ребята, не забывайте, это часть работы, да, может, это главная часть работы. Да, да, на самом деле, там, где не видно, вот там-таки как раз, да, вот это, там тот процент, как раз, который надо вот доделать, чтобы потом, да, кто-то или разобрал, или вдруг, как бы, неизначай, да, наткнулся на то, что вы там когда-то разбирали, вот, и посмотрел, и сказал, блин, смотри, ну, как все аккуратно там вот так сделал, замазал там все, ну, смотри, вот это вот фирма. В общем, касаемо инструмента, если возвращаемся к теме по конфигурации, да, все-таки нужен какой-то ассортимент, есть, скажем, силовые позиции, такие вот классические силовые позиции. Ну, у меня, например, это вот Нюсливский, по-моему, восьмерка, коротенький такой, как раз с пистолетом, он очень удобный, что можно его и прямо в дверь разобранную, да, куда-то завести, где-то опираясь там на внутренний усилитель мощно отработать. Есть там Девяностик, это тоже классика, не так часто пользуюсь, но тоже, как бы, там, под подмотку, да, именно с пулями такие классические. Ты сейчас говоришь пистолетную ручку или силовую историю с пистолетной ручкой или безраильной? Не важно, не важно, вот у Нюсли они все пистолетные и, как бы, тоже имеет место быть, потому что очень часто мы все равно на скручивание работаем и на прямое давление пистолетной ручкой, в принципе, тоже работать можно вполне, вот. Вот, а я имею в виду вообще, да, то есть есть вот просто с одним загибом, там, 45 градусов пуля, да, где вы можете подмоткой регулировать жесткость, и есть силовые крючки со сменными окончаниями, пользуешься ты такими? Да, конечно. А, стоп, на пистолетные ручки со сменным окончанием? Не-не-не-не-не, просто без ручки, смотрим, как бы, ручка какая угодно, да, с насадкой. Да, да, конечно, у меня, допустим, такая силовая группа, ну, в принципе, есть, как и на, там, допустим, на Ультраденте, но больше, как бы, да, вот, допустим, ну, она, у меня, так, скажем, сумки, допустим, да, там, на выезд, а больше, если так, стационарно, у меня АВшная, это силовая история вся на, именно, разные вот эти загибы, и там, 6-7, наверное, крючка, разная конфигурация, с двойным загибом, просто, да, вот, обычный, как ты говоришь, 45, и все на этом, как бы, вот, и, вот, допустим, взять даже АВшные, да, силовые, вот, от себя, что могу сказать, я ни разу не сломал, там, кто-то, допустим, говорит, там, вот, там, сломали, там, может быть, есть какие-то единичные случаи, где, ну, в виде брака что-то, да, было конкретно, перекалено, да, перекалено, и это, потом, это все дело такого хрупкое, да, и где-то оно у вас стрельнуло, ну, это может быть какие-то единичные, редкие случаи, на самом деле, да, в основном, вот, у меня силовая группа висит уже порядка, там, несколько лет, как бы, да, и она работает каждый день, и ничего еще пока не ломал, и вообще, в принципе, ломание, да, что могу, как бы, посоветовать новичкам, ребят, все, что, как бы, производитель, допустим, если у вас пруток тоненький, да, и у производителя вам делают коротенькую ручку, то, скорее всего, он не зря, как бы, да, делает вам коротенькую ручку, а не такую здоровую силовую, и пруток, там, четверка, да, допустим, там, или пятерка, то есть он делает ее короткую для того, чтобы у вас не совсем хватало силы, потому что, если вам сделать длиннее рычаг, вы скрутите башку этому крючку, как бы, да, и здесь производитель вам чуть-чуть говорит, что вы все-таки должны больше подготовить именно, да, какой-то участок ремонта, чтобы потом этой мелочью его вытащить, да, вот множеством манипуляций вы должны поднять металл, а нежели у вас, вам дадут вот такую вот ручку, ну, есть, есть такие, да, моменты, допустим, у меня тоже, у авэшников, у меня трескался вот эти ТК-каги, есть же, такой, ну, вот. Ну, ТК-каги, это, это не название, это ПДОР-центр, они такие названия придумывают крутые, там, малышки. Нет, 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 не, не, а ТК-каги, это же от Икс Калибр, по-моему, пошла история. У Икс Калибра так назывались вот эти, вот, понял, да, вот эта вот длинная, по-моему, нет? Или это ПДРЦшники уже так назвали? А, они назвали. А, ну, значит, я уже от них пришёл. Ласковый код, короче, привет, друзья. но вот у меня у меня не суть короче данном исполнении маленький крючок ломался как бы да вот и я серёге чубукину как писал грубим сломался ну отчасти я там есть момент да он меня сломался около как бы рукоятки там где сварка именно да вот где обваливалась может быть и конечно из-за этого но я отчасти да я там засунул в такое место как бы и чуть-чуть жестить как бы да начал вот как бы но я я я признаю на эти моменты вообще инструмент я вот когда приезжаю где-то на выезде допустим да и у к допустим у кузовщиков лежит уже инструмент но просто они допустим захотели позаниматься короче под аэром у них что-то там не поперло и они потом этот короче инструмент пустили в расход типа ну чё он валяется давай жестянку им делать я просто смотрю блин как вот так или гнут и да как умирает инструмент просто короче поэтому блин друзья если вы там параллельно у вас где-то в жестянке в этом работаете да не сути вы не не относитесь к инструменту по ремонту внятиям не относитесь так да то есть делать жесть возьмите купите монтировки отдельно об заборах загните или купите какой-то инструмент более дешевого какого-то сегмента до которого не будет вам жалко и ломайте его реально он ломается на таких работах потому что все что связано именно с пдр это о том как подготовить и развернуть и если вы все правильно будете складывать ничего ломаться принципе не будет но я здесь не совсем с тобой соглашусь знаешь есть просто такие ситуации когда у тебя нет у тебя есть достаточно какая-то жесткая например история там с алюминиевым капотом и у тебя есть вход только под мелкокалиберный инструмент но это это очень такие редкие случаи ну вот как раз таких случаях они ломаются и есть проблема именно с технологическая какая-то проблема насколько ну я понимаю с закалкой и вообще с крепостью вот этих вот инструментов мелких калибров например там 6 там даже 7 миллиметров 6 и ниже они очень хрупкие их сложно как-то сделать чтобы они были крепкие чтобы они не гнулись до чтобы они как бы жестко передавали и ну и при этом в общем то функцию выполняли не хрустели вот и у нас вот вот проблема насколько я вижу и что у меня до происходило то есть я вышли и пдр цешные крючки ломал мелких вот этих как раз калибра то есть они очень нежные в этом плане если взять карпоинт как черный инструмент exit его можно согнуть если прям реально вот усердствовать но сломать я ни разу не ломал чтобы он лопнул надо вам подгибаться начинает просто как да 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 но это прям да вот вы было пару моментов что вот ну панели пропал там крузак 200 там такая железная это снизу какая-то вторая история она она я туда засуну туннельчик такой тоннельчик так вот пятерка по моему меня там этот я вот я работу сделал вытащил но ну такой как клюшка стал то есть вот эти вот позиции что я раньше дал показал вот они сделаны пятерка наверно то есть вот что с ними происходит такие вот я не знаю насколько видно короче они круглые всякие да вот становятся то есть углы у них не совсем соответствует но они не трескаются не ломаются и продолжают работать то есть у меня у у меня крючок в капоте остался до кусочек мало того что есть опасность если вы сильно давите у вас ломается лопается и вы острым вот этим можете брак был случай когда ну с большой штангой человек пробил насквозь крышу на мерзли или на бэхе там вот но это как бы мы спишем на какие-то вот именно такой производственный скажем брак потому что это были первые насколько я помню это вот первая линейка была пдрц еще с такими алюминиевыми ручками у них было вот то есть потом они как-то под репетировали таких больше не было такой информации а вот эти вот но они реально хрупкие то есть а задачу то надо делать такую задачу и по-другому не сделать никак не просверлиться туда чего-то под большой какой-то калибр вот и в этом плане вот крючки чернушные такие как один такие как дэнд краб они лучше поэтому я как бы пусть лучше он подгибается на не лопается да это мелкий калибр я лучше выберу вот такой чернушный инструмент все что больше там восьмерки условно говоря она будет ну наоборот жестче да и и правильный потому что как мы замечаем автомобиля становится тоньше этих нужно жестче инструмент чтобы вот это не было потери вот этих ощущений потому что как бы прошлом мы говорили до чтобы хирургическое такое да почему вот эти керны появились уже не было раньше пластиком все работали и все делать что металл был более плотный да он ты давишь он раз выдавился да там я вот делал несколько раз контрастно так получалось наглядно делал относительно недавно машины прошлого поехали из бумера просто приезжаю на выезд там машина 30000 пробег где-то настояла но и побили со всех сторон и такие небольшие повреждения во первых там даже острого дна нигде не было видно что удар сильный да но такого характера повреждения нет и все вышло просто вот но песня до 2000 до 2006 наверное 8 годов вот особенно немцы да блин от вообще кайф короче сейчас уже нет такого металла и если будет там у вас был какой-то крюк который flex it это вообще не страшно то есть вот этот вот зазором там вполне себе как бы был нормально а сейчас если у вас нет вот этого такого остроты ощущения как бы ну вот точности до точности если нет если у вас вот такой плюс минус то блин вы не поставите эту жижу вот это вот блин фольгу вы не 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 зафиксируете сейчас 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 тоже кто-то может наверно смотрит да и думать че они там за пургу несут да у меня там вот инструментом вообще китайские им отлично работают ребят эта информация конкретно для тех кто не хочет оставить какой-то сомнительный результат конкретно хочет выбить да вот ту самую первозданность ну ну хотя бы приблизиться к этим девяносто восьми процентам если вы не хотите в этом разбираться то будьте барахтаться как бы да и результат плюс-минус будет устраивает но ты знаешь я много таких слышал которым я не имею скажем оснований не доверять людям и сам юра в краснодаре такой мастер я с ним лично не знаком но вот как был человек на последнем семинаре его ученик приезжал как бы мы общались как бы и обсуждали тоже его и виталик за 1 с тимуром там ездили к нему там смотрели ну то есть мастер вообще как бы выше там всех похвал все что я видел да очень крутые работы делать при этом он работает очень архаично да то есть у него вот как раз один комплект насколько я видел и вот все такое по классике но вот эти вещи или там на сереже брызгалова там прошлое видео если ты читала комментарии да там пишут что у него там полоток вообще там простой из а сережа брызгалов это откуда мастер ну доктор жесть серёжа а серёга он привет серёга если он вдруг смотрит простым молотком работает таким из строительным да но но это тоже так мне рассказывали он говорит мне насрать чего там объясняется я вот так низко лампу ставлю и попадаю прям и свет он ставит очень надо я с ним тоже раз разговаривал на этот счет но это его какие-то уникальные способности это абсолютно не значит что вы должны так делать как он потому что вы так скорее всего не сделаете или сделайте через десять лет а результат вам нужен сейчас поэтому есть как бы система есть скажем так это правило есть исключение которое говорится подтверждают право есть уникальные какие-то люди которые ну вот лучше может быть меня чувствуют видят соображают в этой истории да у них может быть другие какие-то абстракции в голове на этот счет и опять таки мы не видим фейлов мы не видим того что не получилось человек не умеет делать да например не умеет клеем работать или не умеет работать им полной мере хотя бы так как мы вот и поэтому это совершенно не показатель есть какие-то вот вещи простые которые да в принципе работают есть вещи которые лучше приспособлены по тем или иным вещам у них у всех есть свои какие-то дисбалансы то есть возвращаясь опять-таки в прошлом видео я вот необходимого достаточного сейчас наверное бы вообще не усливский комплект бы взял он простой и тональный олдскульный да он жесткий он прям хороший не берем маленький вот эти опять-таки крючочки да вот вот такая средняя вот это вот линейка средний средняя дистанция средняя длинная средний и длинная такая у них там вся линейка адеквате под подмоточки там и и так далее потому что например инструменты с насадками это также потеря ощущений это инструмент не финишный скорее да такой вот промежуточный когда вам надо что-то развернуть вы подобрали нужную жесткость будет это какой-то там сплав ну как его скажи олово-молова вот это все до эффективно работает или это резиновый колпачок или это там пластик какой-то или еще что-то то есть вы сделали какую-то часть работы поменяли что-то еще доделали а на финише вы все равно придете там условно так острому крючку и как бы корректировки чистки или вообще но обычно это всего лишь весь цикл сделать 15-20 процентов первоначальных подъемов наверно где-то вот но с него не водная правильно это же удобнее чем вот там это что-то вот это мотаться перематываться подмотка такая нестабильная штука опять-таки даст про стабильность ты говорил она реально вот какой-то самый удобный момент она прорвет подводку и тебе там сделает бяку вот поэтому конечно вот эти крючки они вроде бы их можно дать не брать на ним ты понимаешь что они нужны поэтому хотя бы там две-три позиции три хотя бы под вот эту под насадку да там самый короткий гусь дабл бэнда 2 загиба это жесткий крючок то вот каждый загиб это это ребро жесткости до передней крылья можно делать там где-то что там там двери может быть там такой силовой на коротке можно отрабатывать и что-то длиннее да вот не знаю что-то такое чтобы вы могли куда-то потянуться с этим делом но из силовой группы знаешь я бы вот допустим если бы сейчас подходил чтобы тоже тоже как-то начинал смотреть что по дрц что вы в силовую группу заходишь его там насадки на но с насадками да вот эта вот история он тоже вот но какие-то позиции вот но даже как бы я понимаю как работает да ну сомнительно как-то да и но я не совсем понимаю для чего вот она там не сильный очень загибы прям в эту сторону прям вот очень как бы до угол у него такой атаки очень острый я понимаю что скорее всего он подразумевается там наверно в кромку куда туда заскочить ну да но но привычными нами насадками там это тоже как-то не совсем как бы ну понятно как это сделать вот есть я я бы наверное силовой группы все-таки обычные до под 45 разной длины начиная от 600 кина даже на 60 сантиметров и заканчивает а вот метр там сколько максимум на метр 200 наверно идет сила силовая группа метр двести метр двадцать пять по моему там у кого-то есть что такое там небольшое вот и продублировал бы наверное эту же линейку уже с дабл бэндом вот двойной до загиб его чтобы если по жирному да если по жирному блин но если мы будем собирать какую-то подборку да наверно надо как-то будет сразу типа бомж пакет до собрать короче и типа но чуть-чуть чуть-чуть уже мажор короче но как бы обозначить что вот это вот как бы по-любому а вот это на усмотрение там или на будущее или там берите на заметку да какие-то такие вещи ну а если вот без силовую игру если силовую группу допустим как бы ну понятно нам ее выбрали если брать из дверного инструмента я думаю наверно такая классическая позиция да это флаг вот этот вот пистолетный на обычного 2 обычные 90 90 градусов загиб кстати чем отличается вот сейчас наглядно покажу вот две то есть да и пистолетных истории 1 вот от карпоинта 1-2 и загибы у нее одно и вот такой вода закруглена радиус на а у другого просто 90 а это ты сам обтачивал она была подковкой да 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 они были обычные то есть обычные на клюшки на концепцию но во-первых чем длиннее флажок тем будет сложнее вам давить крючок будет слабее он будет больше доставать но будет слабее и чем у вас будет более толкать слабее ну как бы то есть сложнее будет выдавливать будет вот этот вот скрутка до происходить а когда у вас есть этот плавный радиус вот это вот усилия но более плавно передаваться будет и он будет мощнее но упирайтесь то вы в пятку остром пятки будет лучше упор и вот эти вот ну как бы параметры как раз они такие интересные интересно сложно сказать что лучше вот так или лучше вот так есть как бы моменты что вот 90 градусов условно даль не так важно сейчас не будем брать какой здесь будет загиб но если это 90 градусов это будет сложнее давить чем это будет немножко вот так небольшом этим сам и также ручка если она будет у вас 90 градусная ручка есть сложнее работать будет чем если она будет с небольшим вот таким наклоном и тогда тогда мы приходим к тому что у вас и ручка немножко вот каким-то углом да там 15 градусов условно говоря и сам флаг тоже у вас небольшим под небольшим углом и тогда у вас будет прям очень круто все это давить вот в этом плане опять-таки мы смотрим на ультрадент что мы там видим 90 градусов 90 градусов ручка то есть я не понимаю ну да пистолетная история пистолетная история немного как бы хромая получается нет я я пистолетную историю наоборот начале как бы не понимал потом полюбил потому что все равно очень много на скручивания и скручивать проще пистолетную чем там эту т-образную вот но опять-таки решает длина есть такие тупые позиции вот у карпоинта например есть офигенный крючок он прям вот таким длинным таким загибом часто применяется на дверях вот часто он куда-то может прям залезть туда под петлю куда-то вот передние двери да но вот такая ручечка то есть не соответствует абсолютно размер ручки размер флага и все ты там там чуть ли не знаешь отвертку туда какую-то вставляю начиная тоже меня надо точно манипулировать в общем я кстати из-за отвертки я не отвертку я то есть ну крючки из тоже до короткие такие я крючок в эту рукоятку и портится потом вот это вот изоляция самого крючка у меня есть три-четыре таких крючка где ситуации другой не было вот лезет только один да ты очень ограничен вот как ты объяснял да про четверки-пятерки где вот залез и все типа вот те только так и теперь вот или ломай там да или пан или пропал короче вот но и бывает тоже такие ситуации я также вот ставлю крючок и дабы ну пофиг уже сделать короче да пофиг на этот инструмент как бы ру вот изоляцию рвется ну кстати вот ребята борису отправляют или даже там державы тул ты можешь ты с ними как бы ближе на короткой ноге можешь просто отправить им свои крючки они сами неоднократно я где-то в истории видел что они говорят отлично эти штуки сейчас научился вообще очень круто вот это как вот как-то пусть и золой гости на пласти полпасть и вновь пластинол крок кровельная кровельная история история или как он гидроизоляционный материал короче но вот обрезинивание есть инструмент есть в россии инструмент можно собрать целиком полностью рабочий крутой профессиональный комплект или там для новичка или как угодно нет смысла брать инструменты которые вы потом куда-то будете пытаться ну скидывать и менять то есть берите сразу тот чем вы будете работать по-любому даже если вы не доросли там до острого инструмента какого-то ну например а вот острый инструмент вообще многие боятся до сих пор пока ему реально не дашь вот блин вообще вот вот тут меня меня реально стебает эта ситуация да когда производителя острый инструмент он не до острый короче вот история блин у меня вот как-то или с этой истории да наверное вот допустим вы вышла линейка я так понимаю с этой истории они там до конца начали его дотачивать это типа как знаешь серия с серёгой французы французом когда начинал как бы да вот с этими приборами я говорю блин серёг их на алюминии там допустим не хватает я грунт хочется больше мощности и он горит не сейчас прибавлю там да на максимум там да можно будет то есть выкручивать да потом прожигать люди начнут я грунтую елки-маталки надо научиться работать прибором чтобы контролировать да сделаю сделаю крутилку чтобы вот здесь он горит ну потом и здесь я также до понимаю что производители пекутся о том чтобы потом не не накалывали да очень сильно и это произойдет сами видимо накалывают и прожигают ну я я по-другому как бы да не скажу этот есть момент его надо как бы проговаривать да потому что допустим у меня тоже там работал но работал с прибором да блин я делаю алюминий я понимаю четко что просто не хватает мощности загвоздка в этом дальше может быть и можно то есть 2014-15 на года можно было наверное делать в те года алюминий но просто прибор не мог этого делать да на сегодняшний день мы четко что то есть вот он допустим такой как галич он дал понимание что алюминий можно сжечь он жжется его вообще плавить можно вообще может в нем дырку можно отверстие можно сделать прожечь то есть и потом уже вот серёга понял что надо увеличивать мощностью прибора да и дальше там все всем все свои приборы выкрутил по максимуму и сам тоже сделал там мини прибор но вот этот вот вот то есть про приборы отдельно еще поговорим суть не в этом но разговор в том что вот производители сами но сами не дают возможность как бы делать четко вот и из-за этого вот это не до тупой не до острый инструмент я допустим у меня вот нету теперь такого до инструмента то есть он или острый уже или же это пуля другому по-другому быть не должно быть потому что как раз таки вот это вот я его называю вот так называемо паразитное такое до кончание которое как раз таки и делает вот эти наколы такие противные которые не исправляются вообще ребята пробуйте делайте то знаете так как-то это смешно так выглядит на что-то показываем показываем рассказываем показываем там пропагандируем вещи которые нам как бы ну в принципе понятно давно понятны и рассказывать про них нам ничего не дает никакого как бы с этого нету у нас интереса просто ну как бы рассказываем и люди они даже не пробуют там влад маер говорил про острые крючки там в четырнадцатом году еще дучу к чему там острыми крючками делает фуфелы давит какие-то я блин и не давала это мысль покоя заточил взял насадку ультровскую заточил и блин я офигел это эффект то есть этот эффект меня ошеломил что как бы вопреки вот здравому смыслу там вообще другая физика и люди приезжают на семинар там где-то я помню в иркутске там осаживаю этим перном еще тогда не было твоих был у меня я пишу карпоинтов я пишу потолще чуть-чуть он такой карпоинтовский такое хорошее а кстати между двоими там по размеру да да я тоже мне когда спрашивать я группа его лица по эволюции карпоинт это более такое универсальное я сделал чуть меньше чуть больше ну да 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 и и там кто-то живет я прям смотри он железным прям бьет я правда не а это самое правда вот работа конечно где-то вы можете то есть опять таки надо понимать где и как и чем работать но это работает и то что мы вам рассказываем пробуйте анализируйте это совсем не интересное кино которое вы смотрите сейчас да очень тяжело вот смотреть на эти рожи они вот болтают там скучно еще что-то но это есть образование здравствуйте придите сейчас пойдите в институт там будет очень скучно там не будет вас никто и развлекать вот киркоров там не приедет вот это вот так понимаете да это так как мы понимаем технологию просто у нас концептуально это не подготовлено мы не можем нам сегодня вот эту лекцию завтра эту лекцию да вам нет мы это умеем но это надо готовить не не мы мы даже в принципе это умеем вы можете приехать к нам и мы вам можем досконально если вы как вот некоторые до горит ази а че там ремонт и не показывать как мы делаем да мы все показываем ребят те кто хочет те кто у кого есть желание они приезжают и как бы остаются да на повышение квалификации или на индивидуальные занятия и все это показывается а привычно да как бы людям вот мне надо посмотреть как вы ремонт и делаете да что ты там не видел в этих ремонтах уже куча этих видео да как люди делают ремонт и дайди посмотри эти люди они просто делают ремонт и как бы ну и все в принципе да а мы рассказываем именно про вот именно тонкие грани да вот мы конечно же не рассказываем всех секретов потому что не оставим за собой никакого да так скажем смысла да мы если быть внимательным мы и многое рассказываем просто похоже да но очень многие вообще не внимательно потому что ну я не знаю из если ты просмотрел предыдущие три выпуска и просто сказал этом короче скучно очень был ничего не показывали что там так все скучно был ну и ничего из этого не выручил то я не знаю блин ну ну сходил у толеда посмотри видео где он в крис не попал ни разу сделал крис и красный смотри такой развлекательный контент но красиво да снята да да снятый эффект но так рос 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 тут он и понадел а мы про дамы про скучный вот этот вот pdr который вот имеет результаты вставь братан сейчас вот видео сюда так вот это последний mercedes и взял вот вот Продолжение следует... Я ставлю два таких... Я, кстати, хотел спросить у тебя, как вообще реакция, потому что, честно говоря, да, это ошеломительные такие вещи... Да нет, я как бы там так старался, сидел, сидел... Два россиян... Нет, я просто, видишь, я когда посмотрел сначала, я не прочитал описание, да, я такой посмотрел, ну, блин, ну... Для тебя это просто очередная гора, да, на которую нужно залезть. А когда я прочитал, что это без прибора сделано, ну, я тогда понял всю вот эту вот боль, как это... Ну, надо было, наверное, еще для полной, как бы, ну, истории, да, надо было снять нутрянку, вот, чего я, как бы, не сделал. Ну, я думаю, блин, ну, если мне... Ты знаешь, что это ты, ты начни снимать промежуточные результаты. Вот как... В середине ремонта все равно все выглядит, как кусок дерьма, всегда, практически, вот. Ну, в этом ремонте, в этом ремонте середина была, ну, выглядела, знаешь, как две таких, два таких холма, короче, да, вот. И я уже такой смотрел в сторону прибора и думаю, ну, сейчас еще где-то, вот, часик, наверное, да, вот, острого инструмента и вот это вот шаманство, короче, да, по краям, там, вот это все разгонять. И думаю, если вот сейчас я его, как бы, не удастся, да, как-то его раскидать, вот, то, скорее всего, наверное, зачищаем, там, вызываем пожарных, чтобы все пожарные сидели, все коллеги пожарные. Вот. Какая-то тенденция, ты видишь, видишь сейчас в ВКонтакте, там, люди около бензобаков работают, вот там, а вдруг искра из Фина там попадет? Слушай, я нет, я не успеваю, честно говоря, это все смотреть. А люди работают около бензобака и там заклеивают его, там, что-то там делают, то есть, да, вот, ну, как, вокруг этого, я делал какой-то, я там делал, короче, Mercedes GL, вот, и рядом с открытой горловиной, ну, да, это как бы, ну, да, горловину хотя бы надо закрывать, да, я с открытой горловиной рядом феном грел, ну, не зажигалкой, а феном, вот. И люди там, как бы, иронизируют, да, типа, вот там, а вдруг из Фина искра там попадет туда-сюда, да. Я вообще, в принципе, как бы, я видел, как машины горят, я вообще видел, как на бензоправках от статики человек открывал лючок, да, ну, есть же такая, да, как раньше в детстве ходили шерстяными носками по полосу, короче, да, а потом к другу подходишь, тыщ, так делаешь, да, и с пальца искра, вот. И от этой статики, то есть ты из машины, когда вылазишь, у тебя какое-то статическое вот это напряжение, и он подходит, открывает горловину, да, как-то там касается, и у него тут воспламенение происходит, представляешь, что-то просто с ровного места. Я вот такую вот картину видел, я видел, как, то есть я сам, ну, запаниковал, короче, да, и я думал, сейчас заправка взорвется, и просто прибежал какой-то дальнобойщик с какой-то тряпкой, скорее всего, он этой тряпкой лицо вытирал, короче, этот, ну, пока ехал, короче, да, и он просто этой тряпкой вот так вот заткнул горловину, и все, и все, короче, и пожар закончился. То есть не пожар, а просто воспламенение из горловины вот это вот было, да? Он так заткнул, жестко, и все, там все прибежали. Все прибежали с огнетушителями, он говорит, ничего, ничего не брызгайте, ничего не надо, говорит, успокойтесь, сейчас вся тачка, все, говорит, здесь у Фанька есть. Ничего не делайте, все, сейчас. Все, и он потом тряпку убирает, там ничего не горит, короче. Вот, то есть люди очень много вокруг этого, да? Я сейчас смотрю там, у Анара я видел публикацию, он там заклеивает, ну, лючок, вот там рядом работаю, прогреваю там феном или зажигалкой, да? Блин, ребят, просто закройте, ну, убедитесь, что горловина закрыта, и в принципе, как бы, ну, я работал много ход сплотом около горловины, ничего не происходит, как бы, ну, не накидывайте на это столько страха, что, блин, теперь задние крылья со стороны горловины с чуть более сильным повреждением, теперь все, не надо, как бы, делать, да, или вообще, там, открещиваться от них. Да, очень много было переделано, и, как бы, ну, я понимаю, что технику безопасности, как бы, не надо нарушать, да, но вот так вот, что там сейчас вот надо фуфайками укрывать крылья, там, или еще что-то там, ну, не иронизируйте, нету около этого столько вот, сколько вы думаете. А если даже это будет, то не паникуйте, и просто, я говорю, вот, тряпочку можно накрыть, ничего не будет, ничего не взорвется. Вот, кстати, взрываются, я специально уделил этому внимание, посмотрел, взрываются только пустые баки, когда бензин заканчивается, да, происходит хлопок, а до этого вначале все горит, пока бензин есть в баке, все это дело горит, горит, ничего не взорвается. Вот, то есть, когда, оказывается, когда бензин испаряется, да, и в момент того, когда он заканчивается, там, газы, короче, последние начинают выступать, и в этот момент происходит хлопок, и, то есть, ну, бак в этот момент детонирует, вот так оказывается. Пока есть, типа, в баке вообще бензин, он будет гореть, и ничего не взрывается. Конечно же, не надо до этого доводить, ну, и, блин, ребят, не иронизируйте, блин, нету, ничего, хутспотом можно работать, не бойтесь, закройте, да, горловину, просто она должна быть закрыта. Ну, слишком, если сильно переживаете, ну, намочите какую-нибудь тряпку, ну, укутайте там, вот, проем, я не знаю, вот эту, да, вот, бензобаково пространство, крышки именно. Вот, ну, в кузовне, да, я вот, я работал в кузовне, реально, там, ну, такого там, да, насмотрелся, там, блин, там люди варят, короче, у него рукав вот так вот начинает гореть, да, он так увлечен сильно этим швом, он продолжает дальше его проваривать, он говорит, да, вот так отряхнулся, короче, и дальше его варят, как бы, ну, не иронизируйте, друзья. Жуть не надо нагонять, да, там, где не надо это делать, это просто тоже есть такая тенденция, да, показать лишь бы что-то, лишь бы какую-то тему зацепить, там, актуальная она неактуальная, контент, да, контент люди ищут, повод для контента, вот, ну, мы тоже этим, конечно, занимаемся постоянно, вот, я хотел, например, сказать всем, ну, как бы от души такой совет, потому что я столкнулся с проблемой с плечом сейчас, то есть у меня, ну, как бы по спортивным, да, скажем, делам произошло повреждение связки, здесь есть лопатка надостная мышца такая, которая там сверху идет, внутри она проходит под трапециевидными мышцами, вот, и теперь, короче, болит в определенных положениях, мне больно, мне больно вот так работать, а так мы часто работаем, да, вот, вот эти все вещи. Я сейчас в отпуск уезжаю, буду восстанавливаться, уже делаю всякие, вот эти реабилитационные всякие упражнения и так далее, там был специалист, там, в общем, такая неприятная штука будет долго болеть, долго будет болеть, восстанавливаться, потому что связки плохо очень восстанавливаются, там плохой кровоток, и чтобы вот это предотвратить, мы постоянно с вами вот в этих положениях работаем, и получается, что это связка между костью вот этой вот плеча, да, плечевой кости, вот этой головкой, и лопаточной костью, она как бы попадает и там трется, особенно если у вас вот эти мышцы задние, вот, называются мышцы вращательные манжеты, там, так вот, несколько мышц коротких, лопатки, да, они находятся, если они слабые, они чаще всего слабые, потому что мы всегда работаем вот так, как бы у нас от ведений не так много силовых по жизни, да, как бы вот этих всяких, вот эти, наоборот, мышцы в тонусе у нас, а те мышцы прослаблены, и из-за этого, собственно, чаще всего и происходят вот эти травмы, поэтому для профилактики обязательно делайте, есть куча упражнений, но упражнений там немного, там, там, отведения какие-то, вот такие, там, вот такие, короче, там, не нужно это делать, там, с какими-то весами, там, резиночками можно, небольшими гантелями, но время от времени, как бы, я был, вот, столкнувшись с проблемой, посоветовал вам от этим делом. Короче, много есть видео в ютубе, просто наберите упражнения для укрепления, там, вращательной манжеты. Короче, ребят, следите за своим здоровьем, лучше сразу, да, лучше потихонечку делать какие-то профилактики. Я начинаю тоже, да, свое утро элементарно вот с обычной детской утренней зарядки. Обычные движения, вот просто, да, чтобы прокачать три этажа, как бы, ну, кровообращения, да, чтобы постоянно прокачивался, вот. Вот, элементарно хотя бы что-то делайте, какие-то, да, профилактики. Есть у вас какие-то травмы, да, там, может быть, там, детские, спортивные, там, любые, да, не упускайте их, как бы, да, наблюдайте за ними. Есть у всех по-любому есть какие-то свои, там, травмы. У меня тоже, вот, у меня вот в этой области хрустит, ну, как бы, есть там тоже какие-то, какой-то вот дискомфорт. Вот. Постоянно, то есть, ну, тоже делаю разные упражнения, там, на верхнюю, так скажем, ну, более, более акцентирую, да, вот на верхней части, как бы, упражнения. Вот. Поэтому поменьше запрокидывайте голову. Очень часто, да, вот техники, там, пережимают. У меня то, что такая проблема была, я с давлением, с давлением, короче, выловил проблему. Назад запрокидывал голову, долго там в задние крылья залипаешь, сидишь. Когда достаточно уже опыта, вы очень усидчивы, да, получаете. И, как бы, не следите за происходящим, да, что, в какой позиции вы работаете. Вы просто настолько увлечены процессом, что не замечаете, как бы, ну, потом хренак, что-то плохо стало. Почему плохо стало? Потом только начинаешь понимать то, что ты вообще три часа сидел, да, вот запрокинутый головой. И, в принципе, бельно стало. Да, да, если вы, если вы там не курящий еще, да, если вы там курящий, вам еще с одной стороны, как бы, везет, да, вы какие-то перерывы делаете, вас сигареты там отвлекают. А если вот, как я, я, допустим, там, не курю, да, и я могу сидеть очень долго, вот, но с недавних пор я, как бы, я наблюдаю за своими положениями, как я сижу, вот. Поэтому тоже за всем следите, за здоровьем следите. Глаза, друзья. Да, вот этот вот момент с запрокидыванием, когда вы работаете, например, на снятой двери, да, здесь это решается высотой вашего стула, да, ну, не обязательно вот так вот наклоняться, да, можно просто ниже опуститься. Если у вас какой-то регулируемый стульчик, это, блин, вообще бомба. Вот. Это очень важно, очень важно, потому что можно так, блин, жестко встрять. Вот я сейчас не могу работать, понимаешь, то есть я работаю, мне очень больно, какие-то вещи я не могу делать, какие-то я прошу, иди возьми, там, дерни, как бы, платком, да, все, вот, ну, я надеюсь, что как-то смогу быстро восстановиться, но это прям жесть, не дай бог. А вот эти травмы плеча, они, как бы, вторые после спины, после травмы спины. Спина у всех болит у вас, у нас, вот, у кого не болит, она завтра заболит, 100%. Ну, со спиной еще как-то можно, а когда, блин, рука не работает, как-то хреново. Что, мы там уже наговорили больше на полтора часа. Да-да-да, давай закругляться. Давай как-то подытожим эту тему, если ее можно как-то подытожить. Что в итоге-то людям делать? Мы их запутали? Или как? Первое, не покупайте фуфлыжный непонятный инструмент. Если вам что-то предлагают, или вы нашли на Авито, это вообще отдельная тема, там, учтите, там есть мошенники. Скидывайте, сами не понимаете, скиньте нам, Артему, мне, там, или кому-то еще, кому вы доверяете, да, опытным мастерам, вам подскажут, там, стоит, не стоит, как бы, вот. Второе, я от себя скажу, ты тоже добавишь, хорошо? Хорошо. Второе, не нужно покупать комплекты. Комплекты, это коммерческая, как бы, история, понимаете, да? Они раздуваются, там, ну, вот, половина, может быть, вообще ненужными, такие какие-то, ну, ассортимент, да, вот, как раз рассчитано на то, что человек не алло. Если вы берете, например, мюсли комплект, он архаичный, но он функциональный. Вот, если вы берете комплект какой-то там, блин, большой, я не знаю, вот, ну, мне даже писал кто-то, да вот, что-то тут набрал на 100 тысяч, вот, посмотри, в ПДР-центре можно, там, например, за 90 тысяч, там, взять лучший комплект, я посмотрел, да это говно какое-то. Ну, вот, ну, то есть там позиции вроде... Но опять с технической стороны, не количеством позиций, может быть, даже, да, где-то победить, а именно с технической стороны, что вам потом, с чем вы потом будете, как бы, продолжать работать, да? Да, висячие какие-то вещи, они вам не нужны, просто вы, ну, просто потом продадите там по дешевке, опять-таки, каким-нибудь соображать. Знаешь, Стас, это, наверное, поначалу вот такое, вот, я как говорю, да, первоначальное заблуждение, когда я первый раз покупал свой набор инструментов, у меня был выбор взять ультру или взять А1. И я вот, как сейчас вот тебе, чувак, как бы говорил, да, ты что-то там понабрал, как бы, да, на 100 тысяч. И я был таким же, я пошел и купил А1 с красными ручками, потому что там было 76 позиций, а в ультре было там типа 17 позиций. И я просто посчитал, типа, ну, что здесь непонятного, типа, да, ну, и что, вот же, вот же. Я думаю, что ты не прогадал отношения, потому что все равно, ну, ты преимущественно работаешь, а один до сих пор просто ты там что-то модернизировал немного, вот, но сам инструмент неплохой, он неплохой. Он просто, ну, как бы, он просто выглядит, конечно, не на, ну, не на 24 век, да, такой. Да, да, он не совсем выглядит как ультра, допустим, да, как хотелось бы, конечно же, если бы он выглядел как ультра, то вообще бы цены ему не было. Вот, ну, в принципе, черняшка, да, которая висит, кто-то плюется, говорит, да, она ржавая там вся, как бы, ну, да, местами ржавая, черняшка, до сих пор работает в 2000, наверное, от 12-го года набор, до сих пор фигачий, нормально. Нет, тут, тут, как бы, спору нет вообще абсолютно. Просто, опять-таки, человек там стал, вот, а один, да, у меня, вот, а один я им все делал, да, классно, только где один сейчас я возьму. Ну, видео-то называлось, что можно купить в России, ну, если есть, реальный один, а непонятно какие-то, потому что подделывают, я так понимаю, этот набор много кто, он такой простой, его подделывают. У нас в Челнах его делают, ну, это далеко не один. Я не знаю, то есть я не сталкивался, и я просто не представляю, кота в мешке покупать там, или ехать специально там что-то тестировать куда-то, да, там, в другой город. Давай подытожим, давай подытожим, немного отклонились, ты говорил, вот, один, два, три, ты говорил, не брать, да, конкретную там... Какую-то шляпу непонятную не брать, да, не брать вот эти наборы, в которых там будут веревки, там, ну, вот эти бэушные наборы, в которых будут какие-то там непонятные непонятные алюминиевые молотки, там, вот... Грибки из Алиэкспресса, очень многое хвост, там, целый пакет будет. Да, куча такая, куфломициновая, короче, куча. Бейте только точечно, мне нужно вот это, вот это, вот это, не хочешь продавать отдельно, до свидания. Вы соберёте, не, ну, как бы, не газуйте, то есть не ломитесь просто, да, куда-то. Ваш путь длинный, долго этим заниматься, долго, реально долго, пока ещё машины более-менее можно ремонтировать. Вот, сейчас с этим тоже проблема. Вот сегодня брат старший звонил, говорит, какой-то электрический фольксваген приехал, вот, говорит, такое говно, просто вот чуть-чуть ударил, сразу дырка, говно. О, ага. Твой номер кто-то раздаёт, братан, у тебя там. Да, это просто эти, кредит, там, хотите кредит или там карту. Да, да, да. Вот, и что ещё, и что ещё мы говорили о том, что не надо, что мы говорили там. Не надо брать всякую фигню, да, сборники кем-то собраны. И как бы слушайте нас и радио, и покупайте целенаправленно, такие вот вещи точечные, мы вам всё подскажем, ребят, всё подскажем. Вот, ваша очередь. Я что могу от себя сказать тоже, да, не ведитесь, если вы начинаете, не ведитесь на Алиэкспресс, где там за 16 тысяч вам будет представлено там 33 крючка. Скорее всего, вообще Алиэкспресс, площадку как, ну, Алиэкспресс не считайте профессиональной или там не ведитесь на ту цену, да, что вот цена нормальная, как бы приемлемая и для начала как бы пойдёт, да, вот, не ведитесь на этот маркетинг как бы дешёвый. Я так же, да, вот на этой стороне, что лучше эти средства, даже те же там 16 тысяч лучше, пускай это будет два крючка, но эти крючки у вас будут там силовые, да, они у вас будут работать сто процентов, нежели у вас будет 33 позиции, которые будут гнуться, куда бы вы там не вставили их, да, любые там даже там какие-то небольшие парковочные вмятины, да, вы будете их загибать, там они будут гнуться, вы будете нервничать, то есть вот и в конце концов, скорее всего, забросите и не будете работать. Вот, поэтому лучше всего посмотрите вот видео Стаса или накидайте нам в комментариях, нужно ли вам, мы можем сделать, да, такую подборку онлайн вместе, сесть и на 2023 год сделать какую-нибудь актуальную подборочку, какую-нибудь соляночку, да, там, начиная с лампы, заканчивая там какими-то мелкими крючками, да, собрать небольшой наборчик, который будет, может быть, чуть-чуть прихрамывая, да, но все-таки будет зарабатывать вам на первое время хорошие деньги. Вот, как-то так. Будем, будем заканчивать. Да, ребята, все, не обессудьте, если что, пишите, пишите комментарии, дополняйте какие-то мысли адекватно, ну, предложения, там, донаты, лайки обязательно, репосты и всего вам, конечно, доброго, светлого, ясного и добро победит зло. Добро победит зло, где добро, там, там, все само по себе хорошо, там, ничего делать не надо. Вот, поэтому всем улыбок и мир, друзья. Давайте всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok